Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вчера, как мне кажется, Юлия Чичерина обозначила один из самых главных, важных вопросов, которые сейчас есть. Это кто контролирует медийное пространство у нас, собственно говоря, в стране. Я напомню, что она обвинила тесте Малахова-Шкулёва Виктора в том, что он ведёт, ну не то что подрывную деятельность, но, что называется, пишет о патриотах России, о тех людях, которые высказываются за Россию, за нашу Родину. Сразу выходят какие-то публикации очерняющие, там попытки написать, как вот про шамана. Шаман спел песни о русской, сразу начали писать, живёт в Барвихе, ездит там на каких-то дорогих машинах, ну чтобы показать, что якобы, чтобы люди сразу сказали, а не наш там и так далее. Мне, по сути, всё равно, где он живёт, на чём он ездит, мне самое главное творчество, его песни, этого давно не хватало. Чечерина, вы знаете, человек, который вообще, уже я не знаю там сколько лет поддерживает действительно наших ребят, и про неё тоже, как только что-то, вот в Москве у неё, значит, собственно говоря, это был в клубе концерт. Сколько было негатива, в Москве, в столице нашей Родины, и, значит, сколько было негатива, и сколько было негативных комментариев в отношении концерта Чечериной в Москве, хотя это должно быть наоборот событием, которое превозносится, герой, можно сказать, даёт концерт, понимаете, в чём дело? Человек, который поддерживает наших ребят столько времени, значит, своим творчеством. Нет, это в центре Москвы. И кто эти люди, понимаете? То есть, это же вообще, это, если вдуматься, это совершенно ужасно. Но в данном случае, конечно, я считаю, что это очень важный вопрос, потому что, получается, те люди, которые патриотически настроены в стране, они не могут чувствовать себя не то, что в безопасности, а более того, если о них говорят, о них пишут, да, то, вот, например, возьмём Галкина, Урганта, там ещё кого-то, плохого не напишут. Напишут, наоборот, патриоты, там, т-т-т-т-т-т. Возьмёшь кого-нибудь, кто высказывается за, обязательно начнут копать, грязью обливать и так далее. Кто это делает? Собчак тут же маску сорвала от себя, выступил против шамана. И вот, тесть Малахова, Шкулёв это заявила Чечерина. Мне кажется, это что-то очень важный вопрос сейчас, потому что информационный, вот эта информационная составляющая, она не менее важна, чем реальная в окопе, да, потому что информация сейчас информационный век у нас. Но не об этом. Здесь в продолжении темы хотел сказать, что я, когда сейчас делал небольшой коллажик, вот, Чечериной фотографии Малахова, я ещё раз обратил внимание, увидел ещё дополнительную фотографию Малахов без парика. И хочу вам сказать, друзья, что, конечно, Малахов выглядит как-то совсем не очень. В том смысле, что, ну, как мне кажется, он действительно носит парик, во-первых, это моё мнение. Во-вторых, он неузнаваем. Ну, то есть, если на него посмотреть, узнать в нём человека сложно, который, например, там, 3-4 года назад с отличной внешностью, там, атлетичным телосложением и так далее. Я ничего не говорю. Мы все движемся не к рождению, а к смерти, да, и люди взрослеют. Но всё-таки люди на телевидении работающие, они за собой, как правило, очень сильно следят, постоянно что-то делают с собой. Вон, этого Андреева Екатерина, возьмите, у неё, она как замороженная сидит. Поэтому, значит, здесь, конечно, вот момент такой. Я обратил внимание, что Малахов, он как-то серьёзно-серьёзно подздал. Поэтому вот эти все слухи о болезнях или ещё о чём-то, я уж не знаю, может, он там на износ просто пашет. Напишите в комментариях, как вам, может быть, для вас, так сказать, Малахов, собственно говоря, с париком или без парика выглядит совершенно одинаково, или, может быть, вы видите, что он выглядит совершенно молодо и замечательно. Но я вот как раз увидел, что разница, конечно, колоссальная. Вот просто ещё раз скажу, в подготовке того материала обратил внимание на это. Друзья, что думаете на сей счёт? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал. Кому интересно, ссылочка в закреплённом комментарии, описание, как идёт, для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна. Подписывайтесь на резервный и запасной канал Будда Гришна Новости. Здесь YouTube, чтобы мы с вами не потерялись, в случае чего. Телеграм-канал Будда Гришна Новости. Там политика, и не только политика с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok